Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня я хочу с вами приготовить. На самом деле, я давно уже хочу приготовить что-нибудь, и каждый раз, когда я готовлю что-то быстрое и вкусное, или полезное, самое главное, быстрое, потому что я люблю быстро готовить, то мне всё время хочется с вами поделиться. Думаю, блин, вот если бы они знали, как я это быстро готовлю, как вкусно это получается. Мне всё время хочется с вами поделиться, но в готовке неудобно то, что нужно взять с собой кучу этих приспособ, когда я готовлю очень быстро, да, всё покидала-покидала, я не успеваю даже камеру включить, а если даже и думаю снять, то думаю, так, это неудобно, тут малой требует внимания, тут я такая, там, то-то-то-то, в общем, как-то неудобно. Но я решила сейчас взять в руки себя и обязательно поделиться с вами своими рецептами, именно блюдами, которые я хочу приготовить, и думаю, что с вами интересно будет это вместе готовить, но и те, которые я уже готовлю постоянно, вот как, например, завтрак. Это один из моих любимых и полезных завтраков, которые я вам снимала вот в 1 января, мое утро. И теперь я хочу вам показать, как я готовлю суп, вот как я обедаю, и насколько полезный у меня суп, а вы оцените уже это. Он готовится очень быстро, и, то есть, ну, я вам сейчас по ходу расскажу, что я употребляю туда, что я кладу, и почему мне нравятся те или иные вещи. Если вам интересно, оставайтесь со мной, будем полезно питаться вместе. Итак, для супа я беру вот такую кастрюльку, я не знаю, сколько здесь, честно говоря, литров, ну, такая она, средненькая, мне вот на 3 дня хватает супчика, и наливаю в нее водички. Включаю. У меня газовая плита, и суп я люблю на ней готовить по-быстренькому. А вода, как видите, у нас закипела, я уже покормила малыша, так что у нас могут быть сейчас и ауканье на фоне, и звенеть будем. Я использовать буду вот такое мясо, это без кости и без кожи, бедрышки куриные, очень классные, очень нежные, я вообще для себя открыла. Вот, сейчас я это помою и порежу. Также я почищу 3 картошечки, небольшие, средние. И насыплю немножечко риса, буквально 1 третью. Как всегда. 1 треть. Честно скажу, ножом пользуюсь. Вот старый нож еще делал мой дедушка. У меня уже дедушки нет в живых, бабушки нет. Но нож вот этот вот самый лучший. Я уже его латаю, 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 латаю. Он, блин, вот реально он всегда самый острый у меня в доме. Все остальные тупятся какие-то непонятные. В общем, нарезаю бедро мелкими кусочками, примерно вот так. Вот такими. Бульоны, получается, с ними очень наваристые. Что ты всегда рассказываешь мне сегодняшний свой день? Как ты с бабулей время провел? Это остатки я отдаю собачкам, кошечкам во дворе. Они, правда, этого не ценят и гадят во дворе. Это плохо. В общем, вот я все нарезала. Водичка наша закипела. Я все это бросаю в воду. Варится оно очень быстро, так как мелко нарезано, в принципе. И сама по себе курица готовится очень быстро. Поэтому еще у нас обед будет быстрого приготовления. Поэтому. Пока курочка варится, я нарежу картошечку. Помешаю. Можно сразу подсолить. У меня соль, я вот этой солю. Соль. Какая она тут поваренная, пищевая. Едированная. Это мама подсказала мне. До этого я пользовалась обычной. К стране, сейчас она у меня на заднем плане. А еще мама любит. Ну, я не знаю даже. Можно сделать с этим. Ну, просто. Она вот такую вот. У меня соль покупают вместе со специями сразу. Ну, пахнет нечеток. Ну, можно всыпать. Попозже всыпем тогда. Вот эту сделаю в этот раз. Не знаю, полезно, не полезно. Наверное, полезно. Здесь какие-то травы. Нарезаю я картошечку вот таким образом. Я люблю тоненько, когда. Поэтому на две части, на две части. И вот буквально как на жарку. Что на кофейник? Вот так вот. Получается. Что это такое? Мама готовит. Что? Это вкусно. Еще я в Ашане беру вот такие маленькую зелью. Потому что она мне вечно пропадает. Но я сегодня взяла. И поэтому я сделаю свежие. Обычно я могу делать сушеное. Обычно я в пакетиках сушеная петрушка, укропчик. И нарезаю. И очень все хорошо, в принципе. Если вдруг свежие нет. Зелени я не жалею. В принципе, можно ее хоть всю кинуть туда. Я люблю зелень. Процесс приготовления кажется еще быстрее, когда ты все подготовишь. Вот все ингредиенты взял, сделал и положил их. Положил, и они ждут. И тебе только закидывать. И кажется, тогда очень просто. Вот я уже нарезаю зелень. И больше нам, в принципе, ничего не понадобится делать. Лук и морковку я резать ненавижу и чистить. Поэтому я покажу, что я добавляю вместо этого. Ну вот, пожалуйста, мы ждем, пока закипела водичка. Мы теперь можем попробовать. Попробовать нашу курочку, в принципе, уже. На зубок даже. Я такая, что могу. Она уже готова. В общем, оповарилась она всего буквально, наверное, минут 10 не поварилась. Теперь я кидаю туда нашу картошечку. Рис сразу. Мешаю. Картошка сварится, мне кажется, быстрее, чем рис. Ну, как правило, потому что я ее так тоненько режу. И как только сварится рис, все остальное кидают. А, еще. Так как я не люблю нарезать лук и морковку, я использую вот такое. Раньше я использовала зажарку от Маги. Но вот это лучше, потому что в зажарке там еще какие-то специи есть. А здесь нет ничего. Это просто сушеная морковка и сушеный лук. Я прям говорю большое спасибо людям, которые это делают для ленивых людей. Для таких, как я. Ну, или просто не любителей вот именно вот нарезать. Я сюда кидаю 2 столовые ложки. И, в принципе, вот как только водичка закипит, я добавлю 2 столовые ложки. Давайте посолим. Мне, кстати, кажется, что уже можно. Соли я немного, в принципе, мне лучше это. Не до сол на столе, чем пересол на голове. Водичка наша практически закипела. И я кидаю вот... Вообще, на глаз я это делаю не прям 2 столовые ложки. Ну, вот. Может быть, одной хватит. Пусть так будет. 2 столовые ложки, да. Будет нормально. Вообще, написано рекомендации за 10-15 минут до готовности. Ну, как раз-таки наша картошечка 5 минут. Ну, и рисик. Примерно так. Ждем, пока все это сварится. Рис я пробую на зуб. Вам видно, какой бульончик наваристый, наваристый. С грудкой такого нету. Мне так нравится больше. Ну, и для меня это очень даже диетически. Ну, вот, я попробовала. Супчик уже готов. Рис, главное, он уже почти сварился. Осталось там ему буквально несколько минут. И в конце я закидываю, значит, лаврушечку. Я очень люблю лаврушечку. Мне нравится ее аромат. И зелень. Зелень вообще это прекрасно. Сразу летом пахнет. Все перемешиваю. Буквально 3 минутки закипает. Прям 3 минутки-две. И я выключаю. Все, 3 минутки прошло. Я выключаю. Он немножко настоится, и рис еще разбухнет. Поэтому не обязательно его прям супер разваривать в конце. Ну, вот, мои хорошие. Я приготовила вам свой супчик, который буду сейчас пробовать. И я уверена, что он будет вкусный, потому что я его готовлю уже не первый раз. И знаю. И сейчас вот все ингредиенты я подобрала. Это как раз вот идеально, чтобы он не был сильно жидким и не был сильно густым. Я люблю, чтобы всего было равномерно. Где мой зайка? Разговаривать уже вовсю. Вот. На самом деле у меня много планов приготовить что-то, что я буду готовить даже впервые. И думаю, вам будет это интересно и вкусно. Будут сладости скоро. А, супчик этот я считаю диетическим, хотя понимаю, что мясо, допустим, из грудки, да, оно будет более диетическое, чем это. Но так как я питаюсь, я думаю, что вообще не повредит такое мясо. Тем более, это мясо более нежное, и я его больше люблю, чем грудку. Раньше я ела, конечно, грудку. Может, перейду еще на грудку. Ну, мне кажется, я сейчас начну заниматься, вообще схудну, как не знаю кто. И, конечно же... И, конечно же, я буду есть все это с хлебцами из сухстрайса. Я просто на них подсела, они реально очень вкусные. Вот к завтраку... Кстати, это к завтраку, а я купила еще хлебцы постные написано. Реально, они очень вкусные. Они без всего, без всего плохого. В общем, хлебцы эти супер классные. Вот, постные у меня еще есть. И, в общем, я считаю, что это супер-супер все диетически. И, надеюсь, вам понравится. Ну, а если вам понравилось мое видео, и вы считаете, что обед будет полезный и достаточно диетический, конечно, можно еще диетический, я не спорю, но достаточно диетический, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что впереди будет много интересного. Я буду еще готовить и экспериментировать с вами впервые что-то. И не только еды, но и много всего остального у меня на канале много. Кто смотрит, тот знает. Подтвердите. И я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. И, кстати, когда я не забываю о том, что в конце видео я стараюсь давать советы, я обязательно их даю. Как, например, сейчас. Я забыла, но вспомнила вовремя. В общем, что хотела порекомендовать, что действительно, когда я вас спрашивала про ожоги, как раз в кухне очень актуально, да? Действительно, многие подписчики начали писать мне, что от ожогов помогает хозяйственное мыло. Вообще, хозяйственное мыло, оно супер универсальное. Оно убивает бактерии, помогает от ожогов. То есть, ну, просто им намылить, вот, да, там, походить какое-то время, наверное, так, натереть мылом. Оно убирает пятна, которые вообще, может, какие-то другие средства не убирают. В общем, хозяйственное мыло. У меня бабушка хозяйственным мылом мыло лицо и волосы. И она говорит, все всегда вообще было шикарно и идеально. К чему и нас склонялась с сестрой. Но я так и не осмелилась помыть волосы хозяйственным мылом. Но это бабушка еще старой закалки. Так что хозяйственное мыло одобрямсь. И я, кстати, думаю, прикупите себе хозяйственное мыло. Хоть я и не люблю мыло, но хозяйственное мыло пусть будет. Еще дегтярное вот мне советуют. Но это не от ожогов, а просто оно супер какое-то классное. Не знаю, что вы знаете о дегтярном мыле, напишите мне в комментариях. А то я не знаю, брать его или не брать нужно, но мне или не нужно. Я вообще не люблю эти мыло. Ну, я в раздумьях. Если уж прям супер оно классное, то может быть и возьму. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok